Лимончики у вас хочу. Лариса Хазизова начинает охоту за низкими ценами. Прежде чем купить овощи и фрукты, проходит несколько рядов. Смотрю качество товара и что продавец нравится, как обслуживает, как выглядит, привитливый штука. Сокольный этаж северного рынка отдали под овощи фрукты, чтобы, как в советское время, можно было и товар выбрать, и пообщаться с продавцом. Места для предпринимателей платные, а исключение руководства рынка делает для пенсионеров, которые выращивают овощи на своих огородах. Цена образования свободная. Со своей стоимости картошки, что я туда вложил, вот и цена у меня складывается. Многие продавцы закупают товар у поставщиков, а кто-то и сам ездит собирать урожай. Муж Татьяны Мусатовой работает в бригаде, срывает фрукты в донских и краснодарских садах. Из-за низких издержек и цену ставят ниже, чем в целом по рынку. Они ездят, просто работают, помогают на уборке урожая и оплачивают им продукты. Второй этаж сделали по испанскому типу. Небольшие магазины, фиксированные цены. Сюда приходят и крупные производители, и частные фермы. Вот колбасы из Мартыновского района на рынке всего полгода. Покупатели тьма, потому что продукция реально достойная. Ну, не как реклама, правда, сам. Самая продукция, правда, хорошая. Вся продукция проходит дополнительный контроль здесь же, в собственной лаборатории. Северному рынку нет аналогов ЮФО. Сейчас идет вторая очередь строительства, и через несколько лет торговое пространство соединят подземной галереей с восьмиэтажным комплексом. Три этажа – это универсальный, продовольственный и непродовольственный формат. Три этажа – парковки на три стороны, машин и мест. И два этажа – это детские развлекательные центры. По подобию северного рынка в регионе хотят реконструировать другие продовольственные пространства. То, что мы сегодня увидели здесь, может быть, и даст возможность нам создать какой-то консорциум, который бы помог покупать напрямую у сельхозтоваропроизводителей продукцию, чтобы не было ухода от налогов. За сельхозпродукцией был четкий контроль, как мы здесь видели. Региональная корпорация развития уже разработала проект строительства по области 22 современных рынков. Осталось найти соинвесторов.